Весна. Горячая пора для дачников. Они уже вернулись в свою привычную среду обитания и ударно трудятся на приусадебных участках. Как работать в радость и, главное, без последствий для собственного здоровья. Не сорвать спину и избежать других осложнений дачных подвигов. Поможет программа «Только спросить» и врач-невролог Елена Шакула. Елена Владимировна, мы «Только спросить». Здравствуйте, сходите, пожалуйста. Елена Шакула, невролог Брянского областного клиника диагностического центра. Врач высшей категории. Стаж работы – 25 лет. Елена Владимировна, работа на приусадебном участке – это, с одной стороны, физическая активность, которая никогда не бывает лишней, но с другой – это дополнительный риск получить какую-то травму и обострение хронических заболеваний. Вот очень часто дачники жалуются на проблемы со спиной, всевозможные прострелы. Скажите, возможно ли их избежать? Конечно, возможно. Просто надо, во-первых, сопоставлять свои возможности с долгой работы на даче. Во-вторых, надо просто стараться работать с перерывами, то есть поработал сколько надо, в удовольствие, без фанатизма, отдохнул и начал заново. И, конечно же, основное – это перенос и правильный подъем тяжести, который очень часто нужен на даче. Люди, которые занимаются силовыми видами спорта, для них очень важна разминка и заминка после того, как они позанимались и поднимали тяжести. Для работы на даче тоже это все важно? Конечно. Лучше передачи размяться, делать подлёгую зарядку. Во-вторых, хорошо, конечно же, надо поддерживать свой организм всегда в состоянии правильного здоровья. Потому что, как и наши пациенты, сочетают, им, может быть, одну таблетку для одного прождения, которое им поможет. Но это длительная-длительная работа, которая приводит к хорошему здоровью. А на даче, чтобы не сорвать спину, надо правильно поднимать тяжести, не переохлаждаться и соблюдать режим труда и отдыха. Тяжести поднимать правильно надо однозначно в правильном положении. То есть, в основном человек должен быть полностью прямой. При большинстве нагрузки одевается пояс какой-то, полужёсткий или как пояс штангиста. И всё делается на прямых руках, на полуписеде. То есть, участвует и работает только мышцы ног. Самое основное. И также медленно подниматься, медленно вставать, без резких рывков. При подъёме тяжести старайтесь не наклоняться. Немного расставьте ноги, слегка присядьте, возьмите предмет двумя согнутыми руками. Удерживайте спину прямо и медленно приподнимайте тяжёлый предмет, держа близко к туловищу на уровне живота или груди. При удержании веса одной рукой, вторую используйте в качестве опоры, чтобы снять нагрузку с позвоночника. И, конечно же, надо не забывать о том, что правильная нагрузка – это максимально 15 кг, а желательно по 5. Старайтесь как можно меньше работать руками в наклонку. Используйте инструмент на длинных ручках, позволяющий не сгибаться. Перекапывая огород, меняйте опорную руку и ногу, не тянитесь слишком далеко. И не старайтесь перевернуть тяжёлые комья земли. Не перекручивайте плечо, сгибайте и разгибайте колени, а не спину. Обрезая сухие ветки, не запрокидывайте голову, используйте стремянку. Не выполняйте подолгу монотонные однообразные действия. Меняя позу, вы позволяете мышцам отдыхать. Биомеханика позвоночника очень сложна. Так как там очень много позвонков, суставов, связок, правильная нагрузка будет именно только при прямой спине. Спина не прямая, согнутая. Чем это грозит? Грозит надрывом или поражением связок, суставов и болями спины, решением крича. По прополке тоже советуют побыть на коленках. С какими приспособлениями? Это наиболее физиологичный способ? Вы знаете, на коленках можно, но не все пациенты могут, если действительно есть уже большой артроз суставов, то на коленке стать сложно. Это просто наметит большую длинную тяпку. Такое более удлинённое средство. Но если человек может устроить так, то есть специальное приспособление, чтобы ноги не просыли, чтобы было теплота там, маленькие скамеечки, приспособления для прополки. Вообще часто ли жалуются дачники к вам? Приходят вот именно дачники, которые... Знаете, у нас прям сезон. Как только они скопали огород, переусердствовали, поспешили. Надо у всех маленькие выходные, маленькие каникулы, побыстрее. Все эти люди спешат, нету, все суета. И сразу приходят к нам практически. Ну, хуже, когда они приходят к нам с давлением и с кризами. Тем более, очень многие пожилые люди, они просто сильно увлекаются. Они любят свою работу, и они таким рвением относятся к этому. Они с утра на себя говорят, с этим пациентам. Ой, я так наработался, аж ноги подгибаются. Понимаете, вот так работать надо. Без фанатизма. Как правило, дачники – это люди возраста, которые, ну, в общем-то, вот вы говорите, важна подготовка. Ну, скорее всего, всё-таки они всю зиму смотрели телевизор, не готовились. Сейчас готовиться уже поздно. Ну, какие-то упражнения, может быть, стоит всё-таки делать, ну, чтобы хоть как-то поддержать. Банальная лёгкая утренняя зарядка. Очень полезна для спины вообще, по возможности, это ходьба. И желательно ходить, в принципе, час двадцать одномоментно. В нашем заносчике хрящей не имеет своего кровоснабжения. И идёт только оборудование дисков, только через перфузию крови. Из-за этого одномоментно их оборудование будет час двадцать, чтобы было полезно для организма. А физические упражнения, которые позволяют… Официально утренняя зарядка, то есть такая лёгонькое движение шеи, руками, корпусом, ногами, но без особо сильной нагрузки. Всё равно в каком порядке? Или начинают с шеи, потом с чего? Обычно начинаются с шеи, со всего варианта. Очень полезно, в принципе, человек может делать пять тибетских упражнений, жемчужины на тибетах. Субтитры создавал DimaTorzok И очень полезно, если человек может иметь такую возможность и умеет плавать, это плавание. Для спины лучшего способа оздоровления не существует. Во-первых, она, в принципе, может быть больным сердцем, может быть больным после операции, других вопросов. Но там есть, скажи, особенности. Особенность в том, что если человек плавает непрофессионально, то он должен плавать или на спине, или с досточкой, как вариант. Почему? Если человек будет плавать, там, браслым, кролем, выгибая шейный отдел вверху, не дыша правильно воду, у него боли появляются в шейном отделе сильнее. По времени, как долго человек может копать, полоть грядки? Во-первых, мало того, что это может быть проблема спиной, срыв более. Главное, тут еще наклоны положения головы, ведь у людей наши ноги являются гипертониками. Около 40 минут, часа, полтора и делать перерывы. Конечно, мы контролем давление из всех своих возможностей. Еще, конечно, основное, соблюдать режим, питьевый режим работы на даче. Это выпивать, если жаркий день, тем более, и вы много поработали, принимать жидкость, около полтора литра. По окончанию работ сделайте легкую растяжку. Для мышц шеи несколько наклонов и поворотов головы. Следом упражнения на растяжку мышц спины, далее на растяжку мышц голени и бедер. Завершаем разминку упражнениями на растяжку боковых поверхностей туловища. Эти простые упражнения помогут выпрямить позвоночник, расслабить мышцы и снизить вероятность возникновения болезненности в мышцах на следующий день. Если все-таки не рассчитал свои силы, спина заболела, может быть, не до прострела, но все-таки вот болит, что делать? Можно надеть теплый пояс, можно пластырь прилепить, там салон-пластырь, согревающие пластыри, и все равно идти к врачу. Кто-то, когда чувствует, что вот, ну, что-то перетрудился, где-то какое-то может заподвинуть, кто-то старается ее размять, кто-то старается полежать. Что правильнее? Можно наделать это, другое, третье, можно даже ходить в баню. Если человек имеет нормальное здоровье, нет, допустим, занятого по аритмии мерцательной, по большому давлению, гипертонии, то полезно в баню. Но тоже в разумных пределах. То есть тепловой режим соблюдать. И главное, что основное для нашего позвоночника, это после бани желательно человек полежать полчаса, согнуть в этой банюке, чтобы организм остыл, чтобы хрящи, как бы, не был отек, не было защищения нервных крышков. То есть 40 минут должен заболевать в этой банюке. Понятно, спасибо большое. Работать с удовольствием и на здоровье. И пока это все, а напоследок пара советов. Обязательно прихватите на дачу хотя бы минимальную аптечку. Бинт, пластырь, антисептик, средства от клещей. А еще узнаете в поликлинике, не пора ли прививаться от столбняка. До скорых встреч, хорошей погоды и богатого урожая!